Друзья, давайте рассаживаться, мы уже на пару минут опаздываем, поэтому хотелось бы побыстрее начать. У меня один есть. Так, ну что, я предлагаю начинать. Наш первый гость, который открывает второй поток, это Максим Дорофеев. Он приехал к нам из России. Профессиональный тренер и коуч с многолетним стажем в этой области. Сегодня он специализируется в основном на личной продуктивности. И он нам расскажет немножко про обезьянок, тараканов и музыку. Все верно? Ну да, примерно. Хорошо. Уже здесь знает. Вот надо всегда. Твою же мать. Кто видел вебинар про обезьяну? А, хорошо. Кто был у меня на тренинге уже? О, тоже неплохо, да? Вот. Наташа, видишь, да, далеко не все еще были у нас на тренинге. Да, хорошо, хорошо. Если что, да, вот мы планируем просто. Наташа меня регулярно приводит сюда. Я очень люблю Минск, и Минск меня тоже очень любит. Уже раз пять я сюда приезжал только с тренингами, еще раз пять на конференции. В общем, все было здорово. Ладно, буквально пару слов. Я думаю, вот вы уже знаете, кто я такой. Я выдумал себе новый тайтл. Это корпоративный прокрастинатолог. Потом объясню, что это значит. О себе. Вы знаете, да, что там я хвастался, что с детства программировал. Вообще никогда не думал, что буду заниматься тренингами и прочей вот этой шнягой. Руководил айтишниками еще три года назад. Я работал, ну три с половиной уже, работал в лаборатории Касперского и командовал там в IT-департаменте отделом разработки. А потом в неожиданный момент я перефокусировался на доведении дел до конца. Начал помогать людям больше успевать и меньше трахать самим себе мозг. Если так вот совсем кратко. И вот этих вот на самом деле направлений личной эффективности, то есть вот то, чем занимаюсь, личной эффективностью, этих направлений на самом деле по сути очень много сейчас существует, потому что тема очень актуальна. Таких вот методик, которые помогают человеку перейти из состояния полного завала в состояние более-менее организованной жизни, их тысячи. Ну или по крайней мере очень много. Есть то, что я продвигаю техники пустого инбокса, есть искусство Майкла Линенбергера, есть искусство Дэвида Аллена, если вы слышали о таком персонаже, его Getting Things Done. Есть успеватель Василия Кислова, эссенциализм Грега Макеона, 18 минут, 12 недель, 7 навыков, тысячи вот этого всего. И поскольку я сейчас достаточно плотно этим занимаюсь, и мне пришлось из одной из негуманитарной науки очень плотно окунуться в гуманитарную науку, мне пришлось по меньшей мере, это вот за последний год, мне просто смеху ради полкубометра книг сфоткал, которые пришлось перелопатить, чтобы взять в основу свои методики. Просто чтобы лучше понимать масштаб, это вот, ну, ребенок вот сейчас вот такой, то есть вот книжек вот примерно вот столько, это только за последний год. Их реально много, и это по моим оценкам еще может быть процентов 10, только того, что издано на русском языке. Их безумно много. Ну, наверное, они просто не работают, иначе бы издали только одну книгу, и проблема бы отпала. А перелопатив вот кучу всего, я понял, что более-менее такая работоспособная техника личной эффективности должна основываться на одном очень таком простом предположении. Оно зачастую всем бывает обидное. Я вам сейчас сделаю обидно, потом поясню. Смотрите, основное положение, которое я развиваю, на котором строю все техники личной эффективности и подбираю их, чтобы они основывались на этом предположении. Это положение заключается в том, что большую часть времени большинство людей, нас с вами, иррациональны, то есть мы действуем нелогично, черти как, импульсивны, нам пофиг на наши какие-то долгосрочные интересы, мы действуем, исходя из текущего состояния здесь, сейчас. Действуем на автомате, мы не осознаем, что мы делаем большую часть времени. Кто сейчас себя трогает за смартфон? Есть такие люди, да? Зачастую это тоже самое... Да-да-да, нежно поглаживать себя за смартфон в публичном месте. Мы часто это делаем. И что неприятно, мы не считаем такое поведение нормой. Ну, то есть вот мы ожидаем, вроде как так негласно считается, что люди логичные, рациональные. Я ему прислал вот такущий имейл, и там где-то вот внизу написал, чувак, помоги мне чего-то, он мне пять дней не отвечает, но он же должен был прочитать. Не знаю, как вот у вас есть такие всякие вещи, как бутылки молока в 950 миллилитров, да, там, ну, мелкий шрифт в кредитных договорах. Ну, то есть мы как будто бы негласно считаем, ну, вы же должны, ну, вы же логичны, ну, вы же рациональны, а мы не такие. И на самом деле вот эта вот модель, она действительно сейчас очень так главенствует в психологии, и я нашел очень изящное объяснение, что нас делает такими. Причем это поменять мы не в состоянии, мы не можем это изменить. Единственное, что нам остается, это приспособиться к таким, каким и есть. Одну из таких интересных моделей, которые описывают устройства человеческой психики, я нашел у дяденьки Тима Урбана. Относительно недавно он на ТЭДе рассказывал, как устроен мозг прокрастинатора, но на мой взгляд, вообще так устроен мозг любого человека. Дяденька пипец какой гениальный, у него есть блог, он там пишет про все на свете, и в какое-то время у него была серия статей про то, что делать прокрастинатором. Это очень прекрасно. Согласно модели Тима Урбана, как устроен мозг типичного человека? У нас вот есть вот эта черепушка, там есть пульт управления человеком, внутри есть рациональный тип, он отвечает за принятие рациональных решений, и маленькая обезьянка сиюминутного удовольствия. И мир так устроен, что большую часть, где барматограф, большую часть времени у руля находится именно обезьянка. Причем обезьянка, она живет по законам успешной обезьяны. А законы успешной обезьяны, это значит, ты ешь, когда хочешь есть, спишь, когда хочешь спать, и не делаешь ничего, если это не весело. И вот поэтому она большую часть времени проводит у руля, ей очень нравится, она смотрит котиков на ютубе, как еноты полощат сахарную вату в лужах. Это безумно нужные вещи. И она не очень слушается рационального типа, к сожалению. Меня слышно, да, в микрофоне? Ну, хорошо. Она не очень слушается рационального типа, он не имеет над ней никакой власти. Он, конечно, пытается апеллировать словами «Завтра, да нам же надо, мы должны». Ей пофиг. Есть у Тима Урбана, вот он сказал, что есть единственный персонаж, который имеет власть над обезьяной. Панический монстр. Это персонаж, который приходит незадолго до дедлайна, либо когда возникает какая-то угроза нашей карьере, угроза потери лица, что-то такое. Обычно в последний день перед сдачей он приходит, пугает обезьянку, обезьянка сваливает, оставляя один на один у руля рационального типа. Рациональный тип, как водится, в ночь с пятницы на понедельник быстро делает то, что он был должен делать, дает тысячи всяких обещаний самому себе. Я думаю, что люди с дипломом о высшем образовании минимум 10 раз были клятвопреступниками, правда же? Вы все помните эту клятву? Ну он худо-бедно справился, фу, отлично, отлегло, все. И тут он уже ушел, да? Ну и начинается все по новой. Причем вот эта вот моделька, она очень забавная, она такая милая, она с обезьянкой, она с человечками, и кажется, что она ненаучна. Но на самом деле есть хороший параллель с великими учеными, с вполне принятой в психологии моделью мышления, автором которой является Даниэл Канеман, очень прекрасный дяденька, я про него не устану рассказывать никогда. Кто видел эту модель мышления? Не так многие. Сейчас вот это очень прикольно, я проиллюстрирую основные особенности нашего мышления, особенности того, как устроена наша башка. Опять же, повторюсь, эти особенности изменить мы не можем. Мы можем только к ним приспособиться. Ничего больше с этим мы сделать не можем. Согласно модели Даниэла Канемана, у нас в башке есть две системы в мышлении. Это логическое устройство, это не физическое, вы понимаете, там нет никакой картонки, перегородки, еще чего-нибудь. Есть система 1, система 2. Он в книге их так называет. Система 1, система 2. Система 1 – быстрое мышление, система 2 – медленное мышление, умное мышление. Любая информация, которая входит нам в мозг, она попадает в систему 1, которая быстро, автоматом, энергетически, бесплатно вырабатывает ответ и выдает на рецензию системе 2. Система 2, она может вмешаться, заменить этот ответ, а может не вмешаться, может просто вот как транспарентная проксия, ее выпустить наружу. Видите, я знаю слово «транспарентная проксия». Система 1, она такая наивная, глуповатая, но она работает очень эффективно, быстро и незаметно. А система 2, она такая ленивая, медленная, энергозатратная, и думать больно. Вот ей думать больно, очень неприятно думать. Я думаю, большинство из нас знает, что думать больно, поэтому так мало людей это делает. Но, слава богу, это не может продолжаться бесконечно, потому что у нас, знаете, как будто бы есть рядышком такой бачочек с мыслит топливом. Некоторый ресурс, который когда есть, мы можем думать, когда его нет, мы не можем думать. Ну, такая неприятность. Вот он может думать, мы можем думать, пока в нем что-то находится. Это еще такой ресурс. Есть масса публикаций, тоже в современных научных журналах, которые коррелируют это то с концентрацией гликогена в клетках, еще чего-то. Есть другие публикации, которые опровергают это. Непонятно, что такое физически, что это такое, мыслит топлива, но факт остается фактом. Многие сходятся во мнении, что есть какой-то ресурс, который либо позволяет нам думать, либо когда он закончился, мы перестаем думать. Давайте просто сейчас вот старинная задачка, которую Канеман с его коллегой Амосом Тверским задавать подобные уроды задачи. Просто последите, я вам ее покажу, последите, как рождается ответ в вашей голове. Задача простая. Бейсбольный мячик с битой стоит 1 доллар и 10 центов. Бейсбольная бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч? Кто первый продумал про 10 центов? Это такая щелк, рефлекторная мысль, да? 10 центов. 10 центов, отлично. Кто-нибудь, наверное, ну вы уже все слышали, что правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. Это выдают за восточную мудрость, хотя по сути это когнитивное искажение. Наше быстрое мышление, оно сканирует сам вопрос, и ищет, что там по сути похоже на ответ. Он смотрит, так, 2 цифры, доллар много, 10 центов. О, 10 центов, сойдет 10 центов. Примерно такое происходит. Вот сюда, так, чпук, сколько стоит мячик? Быстрое мышление, говорит, 10 центов. Дальше, если вы еще там свежи, бодры, веселы и накачались кофеином, система 2 может сказать, стой, думать надо. Вот кто дошел до этапа, думать надо. Вы почувствовали, вот немножко неприятный порожек начала мышления, что вот не хочется. Хрен с тобой. Подумали, получили 5 центов. Вот этот вот порожек мышления, он есть у большинства людей, чтобы мы не думали просто так. Потому что все-таки думалка очень энергозатратная вещь, ее надо расходовать, ну вот, направо-налево нельзя это делать. Давайте я вот еще над вами поиздеваюсь. Очень прекрасная штука, может быть вы где-нибудь видели в записи ее, она помогает понять еще интересный один аспект нашего мышления. Задача будет очень простая сейчас к вам ко всем. Я буду показывать 6 цифр на 2 секунды, потом я их убираю с экрана, а вы под мою отмашку будете называть цифры за цифрой слух. Это просто, хором. Смотрите, это действительно просто. 6, 4, 5, 7, 5, 7. Просто было? Еще разок. Другие цифры. 5, 2, 7, 3, 1, 2. Шикарно? Давайте еще разок, еще разок, еще разок. Смотрите, другие цифры покажу. Раз. 2, 4, 3, 1, 8, 5. Вообще прекрасно. Чуть-чуть усложним задачку. Ну так, самый маус. Давайте вслух будем говорить не цифру, а цифра плюс 3. Если там было 2, вы скажете 5, было 7, скажете 10, было 8, 11. Ну, мы умеем все складывать, правда же? Так, готовы? Смотрите. Все. Все. Раз, четыре, шесть, семь, Слушайте, ну хорошо, вы до четырех уже четыре цифры смогли. Дайте еще разок, собрались. Раз. Больно было в мозг? Правда больно? Ну, это была необходимость. Смотрите, почему вот нам так легко дается первое упражнение, так плохо, ну вот тяжеловато далось второе. У нас есть в башке такая штука, как рабочая память. Когда ее проектировали, вот беда, ее запитали из того же самого бачка с мыслитопливом. И, образно говоря, мы с вами можем либо что-то помнить, либо думать. Потому что вот процесс запоминания чего-то, удерживания чего-то в рабочей памяти происходит через думание. Ну и вы понимаете, вот самый первый прикладной аспект, который вытекает отсюда, что вот когда вы сидите, работаете, никого не трогаете, к вам приходит коллега и говорит, слушай, сделай мне вот такую штуку. Ты говоришь, да-да-да, я запомню. И вы поделили свою способность думать пополам. Второй коллега пришел, говорит, слушай, а вот мне вот такую штуку. Говорит, да-да-да, и тебя запомню. Вы остаток еще раз поделили пополам. Вы запомнили четыре дела, о которых попросили вас ваши коллеги. И вы вообще не можете думать. Вы работаете только на быстром мышлении. А медленное мышление занято тем, что жонглирует этими воспоминалками. Ну, ты меня помнишь, вылетает одно дело. Ты говоришь, помню. А меня? Помню. А меня? Да ты же спрашивала, помню. Ну, и замечали, да, вот за собой вот такие прекрасные штуки? У нас, конечно, есть долговременная память, которая устроена чуть более оптимально, но не чуть позже. То есть, смотрите, что у нас с вами находится в башке, к чему нам надо привыкнуть. У нас есть мозг, он не может много думать. Мысли топлива — это ценный и ограниченный ресурс. Его нам хватает, дай бог, на полтора-два часа в сутки. Вот такое коварство. Ну, еще и не каждый может столько думать. У нас есть память, она работает очень криво. У нас есть рабочая, она мешает думать. И, конечно же, у нас есть долговременная память. Ну, потому что, ну, как же так, там тут же туда вот баг-реквест написали, говорят, что вы тут отрелизили этого двуногого? Он теперь либо помнит, либо думает. Сделайте ему нормальную память. Ну, сделали нормальную память. Знаете с ней какой косяк? Ну, просто так. Попробуйте прочитать. Я даже не буду испытывать никаких иллюзий, что вы запомните все эти слова. «Конфета», «Кислый», «Сахар», «Горький», «Хороший», «Вкус», «Зуб», «Славный», «Мед», «Газировка», «Шоколад», «Сердце», «Торт», «Съесть», «Пирог». Вы поняли, да, что вот самая неприятность этой долговременной памяти вы туда не запишите. Мало того, даже если вы туда запишите, оттуда потом достаточно проблематично все это считывается. Память не устроена так, как у компьютера. Там нет вот системы адресации, дай-ка мне вот чего-нибудь, что хранится в той ячейке, еще что-то такое. И я больше, чем уверен, никто не запомнил, конечно же, всех этих слов. Но просто вот давайте попробуем с обратной стороны подойти к той самой задаче. Кто из вас помнит слово «вкус»? Кто из вас помнит слово «смысл»? Хорошо. А сладкие кто помнит? Хорошо. Там, смотрите, с долговременной памятью есть еще вот какой косяк. А ты далеко не то оттуда считываешь, что туда записываешь. И достаточно многие книги достаточно часто упоминают исследования, такое популярное было исследование, о том, как взрослым людям подделывали воспоминания. Причем очень хорошо подделываются воспоминания, такие слабые, особенно вот из детства. Они вообще на раз-два подделываются. И самый яркий эксперимент по подделке воспоминаний выглядел так. Так, брали испытуемого, брали в сообщники его родственников и просили предоставить три фоточки из детства испытуемого с каких-то таких ярких эмоциональных событий. День рождения, праздник, еще чего-то. Две фотки они оставляли как есть, а третью фотошопили, как будто человек летал на воздушном шаре. И дальше они вызывали испытуемого на серию интервью, спрашивали, вот раскладывают такие три фоточки, говорят, вспомните, какие эмоции вы испытывали в каждой из этих событий, что вы помните вообще об этом. Знаете, уже на первом интервью примерно треть респондентов про фотку фотошопную говорили, «Хм, я не очень помню, что это со мной было, но, по-моему, я был напоган». Или «Хм, я не очень помню, было это со мной, не было, слушайте, наверное, я тогда был очень счастлив, взволнован, ну и так далее». Что-то рассказывали. И дальше они повторяли это интервью с интервалом в неделю-полторы еще три раза. После третьего интервью больше половины во всех красках описывали свой опыт полета на воздушном шаре. Это прекрасно. Вот память, она так устроена, это замечательно. Вот. Кстати, кто помнит слово «вкус», кто помнит слово «сладкий», кто помнит слово «пирог», как «сладкий» кто помнит? Где оно здесь? Я подделал вам память! Ну, понятно, ну, там вот, конечно, не столь изящно, можно было бы там какое-нибудь другое воспоминание вживить, будь там побольше времени оборудования. Вот. Ну, понимаете, да? А как устроена? Вот наша память, она очень забавна. Основное отличие от компьютерной памяти, если где-нибудь на носителе появляется битый сектор, что говорит компьютер? Хозяина. Нема информации, хана, все. Наша память не такая. Она смотрит, ага, здесь у меня дырка, но там запрашивают содержимое этой ячеечки. Так, а что у нас рядом лежит? И она из этого что-то похожее компонует. Помнишь слово «сладкий»? Да там что-то про газировку, шоколад, славу, что-то такое было. Ага, помню, конечно. Было, да, да, да. Вот, причем, наверное, на следующий день вы бы уже прям готовы были бы с пеной урта доказывать о том, что это было. Один из таких тоже прекрасных, изящных экспериментов по подделке памяти. Но он был вообще ужасен. Людей просили рассказать, ну, это в Америке проходили эксперименты, о том, что они помнят из поездки в Диснейленд в детстве. Помнят ли они, как они фоткались с Баксбани? Многие описывали во всех деталях, как они фоткались с Баксбани в Диснейленде, какой он был мягкий, пушистый, или как сначала они его испугались. Такие детали вообще красочные расписывали. Но вы понимаете, что вот Баксбани — это Warner Brothers, это конкурирующие компании, и их там не бывает, Баксбани. Ну, просто вот, в принципе, не должно быть. Но люди видели, помнят. Помним, верим. Вот этот вот экспериментик я вытащил из книжки Леонардо Младинова. У него вот эта вот одна из книжек в той стопке, там, в принципе, про каждую из них можно бесконечно много рассказывать. Но тут вот просто это вот собранное западло нашего мозга, как мы прекрасно себя ведем, и почитав ее, можно уже там нажить себе какие-то комплексы неполноценности, особенно если мы привыкли думать, что мы там логичны, рациональны, и от нас что-то зависит. Ну, это прекрасная книга. Значит, итого. Что у нас с вами есть? У нас долговременная память, в которую хрен что запишешь. Да, у нас есть мышление, которое нам больно дается. И, мало того, запуск процесса мышления еще не от нас зависит. Это такой непроизвольный процесс. Далеко не всегда мы сознательно решаем, над чем нам думать. Ну, просто вот смеху ради, давайте сейчас я покажу еще раз, мы попробуем то упражнение плюс три, но здесь будет меньше цифр. Шесть цифр реально тяжело, с четырьмя вы, наверное, справились. Четыре, сейчас будет только четыре, чтобы вот, только четыре цифры. Помните, я показываю их на две секунды, убираю, вы под мою отмашку, называете цифра плюс три. Было четыре, говорите семь, было семь, говорите десять. Готовы? Десять, семь, пять, семь. Вы что, цифры видели? Я не понял, это айтишный, а, айтишный конференц. Хорошо. Женщин кто видел? Хорошо, айтишники еще знают, как выглядят женщины. Ладно, окей, окей, окей. Понятно, да, вот у нас есть вот этот вот лучик сознания, который бегает на объекты, чтобы мы их воспринимали, и мы тоже далеко не всегда им управляем. Нам это очень тяжело дается, это очень тяжело. Вот, и в общем, вот с такой фиговиной нам с вами как-то надо жить. Причем есть единственный способ с этим жить, к этому надо просто приспособиться, поменять мы это никак не сможем. Ну вот мы такие родились, делать нечего. Я вам сейчас расскажу, еще вот есть один маленький аспект, который просто вот очень сильно, очень часто на тренингах вылезает, еще что-то такое. Потому что вот модель Тима Урбана, она очень прекрасна, но в ней не хватает еще немножко персонажей. Потому что вот просто обезьяны-человечек, они не полностью и не со всех сторон описывают все тонкости нашей человеческой психики. Вы понимаете, да, кто там еще должен быть? Да. Дараканы. Это такая архитектура мышления. Просто не хотелось бы все свойства такие не очень хорошие отдавать обезьянке. И вот чтобы придерживаться парадигмы, что вот один модуль отвечает за что-то одно, то есть сингл-респонсибилити, пришлось ввести туда таракана. Тараканы это такие персонажи, которые отвечают за нелогичные такие иррациональные искажения, всякие бреды. Вот, например, бывает, знаете таракан? Там, когда смартфон молчит, я чувствую себя никому не нужным. Это полностью нелогичная вещь. Кто сейчас опять себя гладит нежно по смартфону? Ну, иначе мы чувствуем, я давно не трогал себя за смартфон, мне теперь одиноко. Бывает таракан, вот, прекрасный таракан, я же не дебил, вот, он нужен для того, чтобы, как только мы услышали какую-то рекомендацию, практику, правило, и не дай бог оно еще будет простое, выйдет этот таракан и скажет, блин, неужели вот эта простая вещь может мне помочь? Я же не дебил, чтобы 10 лет назад о ней не узнать? Не, она не работает. Ну, и вот этот таракан всех подговаривает, говорит, что вот эта штука не работает, да нахрен пробовать то, что не работает? Она же не работает. А почему не работает? Ну, если бы работал, я бы 10 лет назад попробовал, но я же не дебил, чтобы 10 лет назад мимо очевидных вещей ходить. Ну, и прекрасная вещь. Есть, да, у вас такой таракан? Там просто вот тараканы, бывает уникальные, бывает не уникальные, есть общие для большинства людей, есть общие для определенного возраста, есть тараканы, которые мы там берем с работы, есть те, которые приносим на работу, есть всякие такие персонажи. Вот. Но уникальное сочетание тараканов. Есть таракан, например, там, для них это применимо, это я особенный. Нет, все правильно ты говоришь, нам нужны эти стандарты по управлению проектами, мне давно пора. Ну, я-то особенный. Это у них одинаковый проект, у меня особый просто. Я буду от них отклоняться, сразу предупреждаю. И все так говорят. Это вот по опыту, если кто знает, кто ПМО в компаниях делал. И понятно, что вот здесь должна быть еще какая-то эмоциональная составляющая, а эмоции это музыка играет на фоне и вот такой зеркальный шар, как с дискотеки. В общем, господа, наши с вами глубокий внутренний мир, это человечек, обезьяна, тараканы и все танцуют. И вот эта вот фигня, она примерно точно описывает то, что у нас с вами происходит. Дальше я вам буквально по чуть-чуть, ну так вот, чтобы типа не зря сходили, расскажу маленькие чуть-чуть низковисящих фруктов, которые можно взять и применить. Ну, такие вот, все же говорят там, поржали, о практике не было, одна теория. Все так говорят, даже когда про практику рассказываешь. Самое главное, да, что, как устроена наша система доведения дел до конца, или как успевать больше. Здесь нужно понимать основное уравнение, уравнение выполненного дела. Задача, когда она превращается в решение для того, чтобы нам сделать какое-то дело. Многие думают, что им не хватает времени, что им нужно только время. И поэтому, как только они что-то продалбывают, все вот иступленные идут гуглить что-нибудь про тайм-менеджмент. Ну, время, конечно, прекрасно, да, почему продалбовала, времени не хватило. Но есть еще определенный класс ресурсов, например, то же самое мысли топлива. Без него тоже ничего не делается, по крайней мере, если надо думать. И есть еще тоже какой-нибудь такой метафизический класс, типа драйв, желание, не знаю, это можно по-разному назвать, потому что, я думаю, многие из вас тоже наблюдали, видели эту ситуацию, что иногда есть такие темы, над которыми вы готовы думать, а есть те, над которыми вы не готовы думать. То есть мысли топлива вроде есть, но вот здесь я хочу думать, а здесь не хочу. Точно так же, как бы знакомо, наверное, состояние, когда времени у тебя дофига, а вот это взгляд сквозь монитор и слюнки капают на стол. Да, ну, мысли топлива кончилось, а времени дофига. И все преимущественно, да, думают, что им не хватает времени. И, наверное, это вот тоже одно из таких менеджерских искажений сознания, что вот кто-то вот в свое время имел глупость сказать, что если ты не можешь этого измерить, ты не сможешь этим управлять. Мысли топлива нельзя измерить. Еще вообще ученые не поняли, что это такое. А время можно, давайте его экономить. Ну и все, пошло, поехало. А на самом деле это время у нас дофига, у нас мозгов не хватает. Вот мысли топлива зачастую, по крайней мере, как минимум в нашей индустрии, оно является ограничивающим ресурсом. Ну, зачастую бывает ситуация, когда желание драйвить, все остальное нас тоже ограничивает, но это вот как, это отдельно, это терапевту. И для того, чтобы больше успевать, есть такой, знаете, цикл обезьянского дао. Многие, узнав про то, что у нас в голове есть обезьяны или тараканы, начинают ошибочно полагать, что обезьяна гадкий персонаж, что обезьяну надо взять и выбросить, тараканов выморить. Ну, это немножко неправда, потому что мы без них не справимся. И здесь нам нужны многие вещи, нам надо думать. Думать это на стороне человека. И думать так, чтобы мы могли сформулировать наши действия, записать нам списочек и делегировать обезьяне. Потому что наша стратегия подружиться со всеми этими персонажами. Если рациональный человек всех выгонит и останется один, он сдохнет через полтора часа, и мы превратимся в зомби. У нас даже обезьяны в башке не будет. А здесь, в такой парадигме, личная эффективность — это командная работа. Вы понимаете, да? Это фасилитация тараканов. Это вам, как начинающим руководителям, может казаться, что всем, наверное, знакомо это чувство. «Да я быстрее сам сделаю, чем ему объясню». То же самое и здесь. Рациональному человеку приходится работать с обезьяной, тараканом. Все как на работе, правда же? Ну, очень похоже. И вот это правильный цикл. Когда мы смотрим, что нам пришло, думаем, пишем, что нужно сделать, выключаем половину рационального человека, чтобы он отдохнул и в состоянии обезьянки делаем, смотрим, что получилось, думаем и так далее. Ну, и там я еще немножко расскажу про всякие дефекты этого цикла. Ну, и основные моменты, основные правильные хинты, про которые я не устану рассказывать, они просто основные. И многие люди ходят, они такие охотники за новой информацией, говорят, я хочу узнать, дай мне что-нибудь новое, как больше всего успевать. Есть основные правила, которые, если вы не соблюдаете, все остальное уже просто не имеет смысла, вы ничего не сделаете. Самый первый совет, который вы можете взять и сделать, применить, просто не то, что можете, крайне рекомендуется, это отключить уведомлялки. У кого сейчас за 30 минут хотя бы раз что-то блыкнуло в кармане? Какие все честные? Хорошо. Есть такой эффект обезьяний приоритет. Если мы слишком много вот этих вот уведомлялок себе включим, а жизнь так устроена, что нам просто гадят в мозг этими уведомлялками, так устроен мир, и дальше будет еще хуже, потому что в современном мире наше с вами внимание, это уже товар, которым торгуют. Есть биржи по торговле вниманием, которые рекламные ссылки суют, все, дальше будет еще только хуже. На что похож обезьяний приоритет? Это вот представьте, вы пытаетесь работать, никого не трогаете, и тут всплывающий напоминалка о том, что у вас получена новая почта. Как только вот обезьяна реагирует первой на такие вещи, и она сразу же тянет свои ручки к пульту управления, она хочет что-то сделать, надо же среагировать, они же ждут, они же будут простаивать, это еще один из менеджерских тараканов. Иногда, конечно, рациональный тип может возразить и спросить, ты уверена, что это самое важное дело из тех, которое нужно прямо сейчас делать? Нет, конечно, ничего умнее, чем задавать подобного рода вопрос обезьяне. Обезьяна на них всегда отвечает одинаково. Это важнее всего того, что я помню. Беда в том, что она ничего не помнит. Ну и естественно, среди той одной задачи, которая только что прилетела, это одна задача, которая только что прилетела, она самая важная, ее надо делать прямо сейчас. И если слишком часто слушать обезьяну, происходит эффект, я его называю короткое замыкание через обезьяну. Это когда здоровый цикл обезьянского дау вот в такое превращается. Ну то есть вот нам что-то прилетело в почту, блыкнуло, обезьяна что-то нахерачила, потом опять блыкнуло, опять нахерачила. Изредка у нас посещают проблески думать. Мы вспоминаем, да, надо же писать список задач. Мы пишем список задач, никогда в него не смотрим. Ну то есть вот отдельным циклом мы что-то пишем, чтобы никогда туда не смотреть, отдельным циклом мы херачим. Ну вот прекрасно, это очень такой прекрасный подход к личной эффективности. Это вот просто картинка, которая говорит сама за себя, да? Вы можете просто посчитать, сколько у вас за день выскакивает вот этих вот всяких разных штучек, и каждая гадит в мозг, каждая загаживает. Ее цель загадить в мозг, к сожалению. И поэтому самый первый совет просто хотя бы на время. Вот если вам страшно, потому что большинству людей страшно, вы можете взять перед собой листочек и начать в своем смартфоне отключать уведомление у одного приложения, записать его название, отключить, записать, отключить, записать. Записывать на случай, если вам не понравится жить с чистым мозгом. Ну бывает такое тоже, да? И просто поживите неделю, потому что многие вещи вы не сможете понять умом. Когда вы начинаете рационализировать и думать, это мне поможет или не поможет, прежде всего, скорее всего, в этот момент говорит один из ваших тараканов. Большинство вещей мы можем понять только на практике, поэкспериментировав над самим собой. Многие тараканы, конечно, на этом этапе будут говорить, что я не отвлекаюсь на уведомления, а я особенный, мне нельзя не отключать уведомления. Или бывает еще таракан, который чувствует себя одиноким, или начальник у нас, упырь, который, если я не отвечу за 10 секунд на email, меня уволят, и компания разорится. Ну это все тараканы. Помните, да, про фасилитацию? Что такое фасилитация? Надо выслушать всех, а не самого громкого. И это поможет вам принять более правильное решение. Второй момент, про который тоже, наверное, бы хотел сказать, это правильно формулировать задачки. Это бесконечно важный момент. Им все очень часто пренебрегают, но это реально бесконечно важный момент, что вы пишете в своих списках. Потому что пишете вы прежде всего не для себя, а для своей обезьяны. И есть набор из таких очень хороших практик, правила. Задача должна звучать как ответ на вопрос, что надо сделать. Содержать глагол в начальной форме, сказуемые необходимые дополнения, там позвонить, написать и так далее. Ее можно выполнить с минимально возможным использованием мозга, и формулировка задачи должна совпадать с первым шагом и быть понятной даже обезьяне. И пренебрегать этим правилам целый один минут. Вы многое не узнаете. А пренебрегать этим правилам на самом деле опасно. И я покажу еще некоторые такие патологии, как раз ровно то, что я успею сделать за минутку, а потом мы будем отвечать на вопросы. Есть основные патологии списков задач. Бывают, например, списки задач у взрослых людей, типа вот, вроде бы сформулировано все кошерненько, но там вот есть такие слова, я их называю прокрастиногены. Подумать, проанализировать, изучить, определить. И вот когда обезьянка на них смотрит, она говорит, это все такое важное, творческое. Давай с мелочью сначала разберемся, ну, чтобы ничто не отвлек... Нет ничего логичнее, правда, да? Давай сначала с мелочью разберемся, а чтобы ничто не отвлекало, потом займемся этими творческими задачами. Знакома, да, вот эта ситуация? Вы разбираетесь с мелочью, у вас на этом заканчивается мозг, вы без мозга смотрите на задачи, которые явным образом требует мозг, говорите, эээ, завтра. На следующий день вы бодры, свежи, веселы, думаете, да-да-да, я люблю анализировать новые идеи, я выбирал свою работу просто, чтобы анализировать новые идеи. Сейчас я быстро с мелочью разберусь, чтобы ничего не отвлекало. Вы разбираетесь с мелочью, на этом заканчивается мозг, смотрите на задачу, думаете, эээ, завтра. И так полгода, да? В особо клиничных случаях люди психуют и увольняются, обвинив во всем руководство, что оно трахает им мозг. Прекрасно. Бывает еще, смотрите, о списке задач вот такая вот патология. У кого есть такое? Кто любит флажочки в утлуке ставить? И оно обязательно все должно быть красное, потому что просрочено на сегодня, потому что очень важно. Вот. И когда ты показываешь людям такие вещи, они говорят, не, ну тут же все понятно. Ну, человеку понятно, обзение непонятно. Вот. Мы сейчас заканчиваем, да? А можно я здесь на последний слайд сразу перелесну? А, без вопросов, да? Там есть просто еще одна такая патология. Там у меня на самом деле много чего. Я что-то с ужасом удивился, что мне не хватило 45 минут. Есть еще одна из патологий, называется недообязательность. Недообязательность, это когда есть такое понятие шкалы обязательности, насколько мы уверены в том, что нужно делать то или иное дело. Вот, скажем, задачи в нашем списке задач для обезьяны сформулированы, они должны быть очень обязательны. То есть думать не надо, надо просто брать и делать. Никаких точек ветвления там нет. Это точно надо сделать. Бывает, знаете, план проекта. План это там вроде бы тоже задачи, туда пишут, но они не всегда обязательны, потому что план в общем случае это не обязательство. Бывают вещи, которые нашу идеи, там уровень обязательности еще меньше, это опции. Я не знаю, я это буду делать или не буду делать. Бывают входящие в моей почте, там еще хрен знает что, потому что я туда не смотрел. Бывает всякая фигня, там вообще уровень обязательности ноль. И хороший список задач, он должен содержать то, что по вот этой шкале обязательности максимально. Очень часто начинают включать в списке задач вот всякую вот идею, план похмельной мечты и прочие фантазии. От этого списки задач становятся большими, жирными, неповоротными и в них смотреть противно. И они требуют дополнительных размышлений, еще чего-то. Лебзины этого не любят. Бывают совсем тараканы, которые, знаете, приходят и говорят, нужно я так помню, поэтому в список задач пишу всякую херь. У Темы Лебедева специально были даже наборы наклейок, он продавал, примерно для таких случаев. Ну вот, то есть это уже вот нельзя совсем назвать списком задач. У кого, кстати, есть такой таракан, что нужно, он и так помнит? Есть, да? Ну да, поэтому если записывать, то всякую фигню. Вот. И поэтому у нас голова забита тем, что потом не вспомнишь, или вспомнишь, ну из коверков. А в списке задач, которые призваны нам помогать, там фигня. Есть такое одно маленькое правило. Вот у меня на форуме девочка очень хорошо сформулировала, как правильно надо формулировать задачи. Что иногда мне помогает представить, будто я рассказываю последовательность действий не очень умной служанки, как вот была негритянка, вынесенных ветром. Вот. И она это написала еще до того, как я взял модельку Тима Урбана и начал ее популяризировать. Вот. Иначе бы она бы, наверное, написала, что прямо обезьянки. И там есть... На самом деле, дайте я вот, чтобы самое интересное вам рассказать, придется некоторые вещи скипать. Есть одна такая вещь. Ну, понятно, что вот тоже, когда мы говорим, что надо бы хорошо все формулировать, вылезает очень много тараканов, которые тоже начинают всякую хрень говорить, что типа, меня же засмеют, когда я начну вот там что-то записывать. У кого есть такой таракан? Не так страшно, когда смеются над тем, как вы все записываете. Страшно, когда смеются над тем, как вы все продалбываете. Вот это вот действительно страшно. Бывает таракан, который говорит, ну, много времени нет, у меня нет времени, поэтому я поставлю флажочек, галочку на письме, а времени формулировать задачи нет. Ну, это же правда таракан. Потому что правильную, понятную формулировку, лишние 20 символов записать 10 секунд. Ну, маловероятно, что вы вот там 10 секунд отделяет вас от мечты всей жизни, то есть это ровно то, чего вам не хватает, чтобы достичь всего того, чего вы хотите. Ну, маловероятно. Есть еще... Ну, вот эта штука, она совсем такая тривиальная? А на сколько мы еще можем выползти? Не на сколько, да? Знаете, у меня просто были еще такие два забавных фрукта, но я бы... Вот, бла-бла-бла-бла-бла-бла, у меня дофига всего, я бы просто сразу перешел к вопросу... Ну, не влезло. Не влезло нам вот про уборочки и вот это вот про впихуемизацию задач. Ну, вот такие вещи, они бывают просто у меня... Вот это один из основных элементов тренинга, ну, не хватило на него сегодня времени. Вот, просто мне хотелось единственную важную мысль напоследок, этими двумя можно пожертвовать. Вот этой, скорее всего, не очень. Это прям цитата... Ну, поскольку сейчас вот окунулся в такие вещи около буддистки, да, не сочтите, это не сектанство, это не религия, это ничего такое, просто вот это направление, где культуре работы с собственным мышлением и с умом уделяется безумное количество внимания, и ребята еще до нашей эры задавались вопросом, как лучше думать, как работать со своей башкой. И там вот прям то, что лежит в основе буддизма, то, что концептуального понимания нам недостаточно. Нам прежде всего нужна убежденность, которая будет исходить из личного опыта, из нашей практики. И единственный способ, как это можно достичь, это вот практиковать. То есть вот если вы ничего не попробуете, вы так и не поймете, это работает для вас или не работает. Вот. Так что я думаю, что на этом все, поскольку вопросов времени, наверное, не осталось, да, есть картиночка, просто все равно, несмотря на то, что я старался вот этими низковисящими фруктами дать какой-то такой аспект, ну, практически, и все равно задаются вопросами, а что делать, да, вот что делать, вот с чего начать, ты мне инструкцию напиши. Меня это немножко достало, я написал типа инструкции, вот если вы хотите встать на путь джедай, что надо делать? Там появляется, есть несколько таких путей, совсем просто прийти на тренинг, совсем есть пути простые, где вы можете разобраться самостоятельно, и они там все описаны со ссылочками и со всем остальным. Там все явки, пароли, они есть по этой ссылочке, ссылки на видосики, ссылки на материалы, которые я насобирал. Многие вещи, они просто у меня лежат в открытом доступе, мне не жалко. Они бесплатно доступны и открыты. Берите, пользуйтесь и просвещайтесь. Спасибо большое Максиму. Я надеюсь, мы сейчас поняли, как дружить с обезьянками и с тараканами в своей голове. Самое главное, что дружить надо. Через пять минут следующий раз